кто сейчас является конечным потребителем товаров метро и меняется этот портрет потребителя на данный момент у нас потребители метро большая часть это b2b это бизнес то есть более 52 процентов это наши b2b клиенты это хорика с долей 21 процент трейдер из доли 19 процентов и и ком с долей 12 процентов то есть это наша b2b составляющая и это профессиональные бизнесы которые с нами работают я верно понимаю что у вас есть битами клиенты битуси которые приходят непосредственно в вашем магазине выходит вашей онлайн-витриной но также те товары которые продаете битвы клиентам они в итоге все равно как конечного пользователя имеет виду все клиенты совершенно верно просто мои уникальные метро россия в данном случае уникальна в том что у нас есть все группы клиентов под одной крышей потому что если говорить про румынию например то там большая часть там 70 процентов трейдеры и там нет конечного клиента то есть не можешь зайти физическое лицо в магазин то же самое там во франции только там большая часть полики а у нас есть и хорика и трейдеры и ком и конечный клиент и конечный клиент нам для бизнеса Мета-Россия очень важен, чтобы продвигать B2B. Вот как сейчас конечный клиент выбирает продукцию? Какие факторы влияют на это? Как они меняются? Ну, сейчас мы видим, что в целом мы сейчас в рамках нашей стратегии растим долю B2B. То есть мы развиваем именно хорику, трейдера, формируем ассортимент для этих групп клиентов, и мы видим существенный результат. Конечный же клиент, мы тоже его привлекаем различными дополнительными стойками, декорациями, различным ассортиментом и его полнотой. То есть нам тоже важно, ну, как я сказал, у нас 20% в quality shopper. И исторически, например, если взять шоколад Lint, он был у нас на третьем месте по продажам Метра, а на рынке на девятом. То есть мы всегда премиальный ассортимент чуть больше продаем, чем другие гипермаркеты, скажем так. И поэтому нам важно сейчас тоже поддерживать долю определенного импорта, импортного ассортимента, долю дорогого ассортимента в портфеле. И мы видим, что это клиенту нашему интересно, и он это выбирает по цифрам. Вы используете, чтобы отследить вот эти вот тенденции, спрос, и чтобы ассортимент был наиболее правильным? Это классный вопрос, потому что, на самом деле, очень много мы на это тратим, и очень много ищем новых вариантов. Потому что раньше все занимались баингом. То есть мы сидели, к нам приходили поставщики, и мы выбирали ассортимент, да, там проводили дегустации, смотрели на цену. Сейчас мир у нас поменялся. Мы занимаемся сорсингом. Мы постоянно в полях, мы ездим на выставки. Там вот на прошлой неделе мы были на позапрошлой World Food Стамбул, смотрели там какие-то варианты. Приезжает наша команда в Китай, у нас глобальная там международная структура очень большая. И наша задача вот именно искать новые варианты, новые продукты. Мы еще получаем информацию от поставщиков, конечно же. Мы получаем информацию от специалистов рынка, как Infoline или Nielsen. Но самое интересное, что мы сейчас начали делать, это с моей командой баинга, закупок, мы приезжаем в поля и общаемся с владельцем магазинов. То есть если говорить про кондитерские изделия, категорию, там большая часть это трейдеры, то есть магазины у дома. Это порядка 40% бизнеса. И мне важно строить ассортимент для них. И мы с моей командой приезжаем на юг, на Урал, в Сибирь, в центральную часть, приходим в эти магазины, встречаем владельца. Магазина у дома. И спрашиваем, что вы покупаете сейчас у нас, что бы вы еще хотели видеть. И таким образом мы понимаем плюс-минус, что еще нужно клиенту конкретно. Но получается он должен знать также, что хотят его клиенты. Ну он видит по трендам. То есть наша задача покрыть его полку. Но мы не только, то есть это как один из инпутов для нас. Раньше этого не было. То есть это на самом деле так уникально для сети, приезжать, общаться с владельцем магазина, предоставлять ему товар. Потом мы соединяем еще к поставщика, который дает нам объем под этот товар. Это такая уникальная, интересная история. Но, конечно, и выставки, конечно, обзор рынка, конечно, мониторинг, насмотренность. Например, сегодня тоже моя команда здесь, на World Food, и завтра тоже будут, вплоть до специалистов отдела закупок. Мы смотрим, ищем, выбираем новые тренды, смотрим новые продукты. Например, вот мы сейчас были в Стамбуле на World Food, и там везде этот тренд «Дубайский шоколад», который просто TikTok-тренд, который перешел в индустрию, и на каждом стенде каждый производитель уже со своим дубайским шоколадом стоит. И важна эта насмотренность, важна команда. И я тут хочу отметить, что у нас очень большое количество закупок, сейчас стажеров, которые еще учатся в институте, и они все вот, они как раз понимают, что нужно вот молодому клиенту, что хочется получить в ассортименте. И они также огромное влияние оказывают, конечно, на формирование нашей ассортиментной матрицы. Вот вы сказали, что этот продукт, это тренд соцсетей, который, скажем так, у нас сейчас нет. Если представить, что вот вы его сюда заведете, как вы будете его дальше... Не, ну на самом деле мы этот тренд дубайский шоколад видим и здесь у нас, и в тех сетях, которые у нас есть, и которые работают, тоже начинает приступать. Я так подозреваю, что 3-4 месяца и тренд будет у нас здесь полностью, потому что Азия, она уже получает просто контейнерами этот дубайский шоколад и продает его просто очень-очень большими количествами. Мы в России обычно чуть-чуть позже, как раз для этого эти выставки и нужны, чтобы прощупать клиента и тренд. Если все-таки еще раз так по пунктикам, вот ваше знание конечного клиента, как оно облегчает взаимодействие с вами для B2B клиентов? Ну, смотрите, наш... Вы знаете больше их или не знаете больше их? Или все-таки вы с ними советуетесь? Мы знаем, как бы мы сами задаем тренд, что нужно рынку как сеть, как любая сеть, да, мы можем выйти со своими идеями и предложениями, бесспорно, это есть. Но также есть большая доля, что нам еще покрыть потребности клиентов, которые уже есть. То есть мы приезжаем, поэтому от B2B мы получаем запрос, что им нужно, магазин ему дома. Мы получаем от баров, ресторанов, что им нужно в ассортименте, что они видят сейчас как потребность у клиента. Но, конечно, большая доля, это именно насмотренность, это именно пробы, тесты. Я призываю сейчас всех партнеров и поставщиков тоже активно участвовать в разных экспериментах с продуктом. То есть сейчас нужно искать клиента. Рынок поменялся очень сильно, и сейчас нужно новые продукты продвигать и пробовать различные тренды в том числе. В чем преимущество для B2B клиентов работать именно с вами? Объясню. Мы сейчас активно развиваем наше сервисное предложение. То есть наша задача, допустим, для трейдера клиента B2B, это предоставить ему весь ассортимент по конкурентным ценам. Мы не демпингуем цену, у нас нет задачи быть ниже других конкурентов. Но мы все привозим в одной машине, а такой дистрибуции мало кто может себе позволить, когда у тебя весь различный ассортимент приезжает в одной машине клиенту-владельца магазина у дома. И мы приезжаем с утра, у тебя и там Мултон, и Пепси, и Марс, и Славянка, у тебя все в одной машине. Ты с утра документы подписал, машина уехала, ты занимаешься своими делами как владелец магазина у дома. А не принимаешь весь день отдельно Мултон, отдельно Марс, отдельно. Это первое. Второе. У нас есть отсрочка платежа, у нас есть классные предложения по кредитным лимитам нашим партнерам, и для владельцев нашей франшизы Фасоль, у нас сейчас их полторы тысячи магазинов, мы даем дополнительно кэшбэк 4% от общей сделки. То есть мы хотим поддерживать нашего клиента именно с сервисным предложением. Ассортимент должен быть в наличии, он должен быть по конкурентной цене и сервисный клиент. Вы уже упомянули работу с поставщиками, их пул за последние два года насколько сильно изменился? У нас есть определенные изменения, я бы не сказал, что прям драматичные изменения в нашей категории кондитерских изделий, мы видим перераспределение бюджетов маркетинга тех или иных компаний, мы видим большие возможности для российского производства, для локального, с учетом изменений в законодательстве, которые мы видим относительно акциз на ввоз ассортимента. И здесь есть тоже большие возможности. Есть определенные изменения, большая доля стала российского производства у нас в ассортименте, большая доля, и мы работаем сейчас с этим направлением развиваемого. Опять же, стоит отметить, что все равно импорт нужен клиенту, мы все равно с импортом работаем, мы будем продолжать поддерживать в этом плане нашего клиента. Но замену нашли всему? Замену нашли в наших категориях товаров длительного срока хранения, мы замену нашли плюс-минус всему. Как правило, это не прям точная замена товара, это замена, ну, покрытие потребности. Из-за того, что, допустим, шоколад сейчас сильно подорожал, то клиент перестает покупать какой-то дорогой шоколад, но он хочет ровно сладкое, и он переключается в печенье категорию. А здесь мы как раз покрываем печеньем эту потребность клиента получить какой-то сладкий товар. Критерии по выбору поставщиков, они у вас сейчас насколько строги? Потому что вчера мы общались здесь с девушкой, правда, не по вашей категории, она сказала, что самый сложный вход для поставщика это прямо у метра. Вот насколько вы, что вы можете сказать про свою категорию, насколько сложно сейчас встать к вам на полку? У нас действительно серьезный подход к качеству, потому что мы как метро несем вот это знамя, что у нас качественный продукт. У нас же большое количество, в том числе и СТМ продукции, и это наш такой главный качественный такой символ метра. Вот, поэтому действительно, у нас мы как команда закупок, команда баинга, мы сейчас максимально открыты ко всем предложениям. Мы в поисках, как я сказал, и на этой выставке, и на других в поиске ассортимента, в поиске предложения. Но здесь также есть разные юридические моменты, конечно. Есть моменты по качеству, у нас есть обязательный аудит производств, то есть есть определенная качественная составляющая, которую, к сожалению, опустить мы не можем, потому что мы хотим клиенту все-таки предоставить качественный товар и быть уверены в том, что он действительно качественный. А что вы делаете для того, чтобы поставщик максимально долго с вами был? Как-то вы его поддерживаете, помогаете чем-то? Мы выбираем партнерские взаимоотношения. То есть для нас ключ – это партнерство. Я не хочу конкурировать, допустим, с поставщиком по его же товару. То есть если поставщик мне поставляет какой-то ассортимент, я иду с ним потом в B2B и продаю его трейдерам, то я могу составить конкуренцию поставщику. И здесь нам важно именно определить такие win-win истории с поставщиком, чтобы он нам дал либо эксклюзивный товар для трейдера, либо он дал какую-то цену, либо он вообще, вот мы так сейчас делаем в рамках дистрибьюторского соглашения, поставщик может договориться с нами убрать свою сейлс-команду, допустим, из наших фасолей, и только метро будет поставлять и делать дистрибуцию по фасоли по его ассортименту. Он таким образом сокращает себе косты, что сейчас тоже очень важно, а мы выстраиваем дистрибуцию его ассортимента. И здесь такая win-win история, которую вот мы пытаемся нащупать. Более того, мы помогаем поставщикам, если это, допустим, кондитерские изделия, шоколад, мы сейчас, мы в трейдерах, на самом деле на рынке, мы развиваемся, мы 2% рынка трейдеров занимаем, и мы растем активно. Но в Хорике мы занимаем 9% долю рынка, а в некоторых регионах до 30. И у нас там большой потенциал, то есть мы уже такой лидер ресторанного бизнеса, и мы можем взять и выстроить рут-ту-маркет поставщику в Хорике направлении. То есть поставщик сейчас работает с трейдерами, и он не знает, как выйти в Хорике рынок. У него есть своя трейдер-дистрибуция, он в ней работает, ему, он хочет попробовать новое, искать нового клиента, и делать обороты, и радовать клиента товаром. И здесь мы выходим на помощь, и мы выстраиваем такой диалог, что мы помогаем тебе выходить на Хорику рынок, а ты предоставляешь нам определенные там эксклюзивные конкурентные предложения в B2B, где ты уже силен, чтобы мы тоже как бы продвигали и такой выстраивали коллаборацию совместную. Но резюмировав, это партнерство только так. То есть если мы не будем партнерами друг к другу, у нас вряд ли что получится. И большое внимание внутри нашей компании ко всем процессам. То есть мы сейчас отличаемся тем, за последние 3 года это поменялось, что мы стали больше и лучше коммуницировать внутри команд, и здесь стоит отметить, что мы даже с поставщиками встречаемся в трехстороннем формате. Отдел закупок метро, поставщик и наши команды продаж. И мы сразу уже встречаемся и обсуждаем возможности. Вы такие вдвоем на него нападаете? Не, не, мы прям приходим командами, мы не нападаем, мы обсуждаем возможности и смотрим, вот мы прям спрашиваем, а где ваши белые точки? Вот где белые какие-то зоны, которые вы не можете покрыть? А вот что бы вы хотели сделать? То есть мы выстраиваем такой открытый диалог. Раньше было немножко иначе, сейчас мы идем к тому, что мы больше открыты к нашим партнерам-поставщикам. О том, чтобы, допустим, поставщика подрастить до своего уровня, там, что-то чем-то помочь, это про вас или не про вас? Сделайте такое. Мы с радостью всегда готовы. Сейчас очень много новых звезд на рынке, это правда. Потому что сейчас даже, когда помните, ну, некоторые бренды уходили с рынка, даже те, которые раньше производители, производили плюс-минус тот же товар, они начинали конкурировать. И сейчас важно найти новых звезд. И мы активно с этим работаем, мы открыты к партнерам-поставщикам, мы ищем поставщиков, которые готовы в дальнейшем вкладываться в бизнес, его развивать, и мы готовы, конечно, в этом помочь. Это, мне кажется, это такие столпы, знаете, нашего бизнеса, которые нужно обязательно... А есть товары, в которых прям вот нужна звезда новая? Или... Ну, есть сейчас много товаров, много направлений, не только в моей, в моем дивизионе товаров длительного срока хранения, но и в нем тоже. Конечно, мы сейчас смотрим и шоколадную продукцию, мы смотрим и снековую продукцию, масла, тоже большая часть, супы, ну, то есть, очень много категорий, и тут все не перечислишь, но в целом мы видим, что в основном это категории, где вот произошли большие изменения и перетрубации с ассортиментным предложением. Если резюмировать, то ближайшие фокусы основные вашей команды, каковы будут? Скажем, в горизонте ближайшего года. Да. В этом году мы активно занимаемся сорсингом. То есть мы активно ищем партнеров для работы, именно выстраивать партнерские, долгосрочные взаимоотношения. Это первый фокус. Второй фокус – это работа над эффективностью текущего предложения. Для нас важна конкурентная цена для рынка, для нас важно делать дистрибуцию для поставщиков на рынке, и мы это развиваем. Ну и третье – это команда. То есть мы все понимаем, что любой бизнес – это команда, поэтому мне, в частности, как руководителю своего департамента, мне очень важно поддерживать команду, ее развивать, посещать различные мероприятия, устраивать насмотренность рынка. Как я сказал, мы сами берем идеи у молодежи, которые к нам приходят вместе с нами работать. И вот, наверное, три основных фактора. Наверное, все-таки даже сотрудники – это первый. И второе, третье – это как раз выстраивание взаимоотношений с партнерами. Удачи вам в этом пути. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо.